Большой-большой привет, дорогие друзья! Меня зовут Яна. Сегодня 5 октября. У меня сегодня день рождения. Предлагаю вам всем меня дружно поздравить. Сделать это можно в комментариях, на карту Сбербанка, на Paypal. Какие-то там еще контакты у меня все есть. Всем буду безгранично благодарна. Заранее спасибо говорить не буду, скажу каждому лично. Праздник. Не самый мой любимый праздник. Но я решила себя побаловать в этом году, как и в предыдущие годы, днерождественским стартом. Поэтому сейчас мы будем смотреть, что же я буду стартовать, а потом посмотрим, чем я занималась вообще весь сентябрь. Весь сентябрь я ничего не снимала вам, ничего не показывала. Вернее, я там что-то снимала, просто ничего не выкладывала. Ну, такое, знаете, серии шорты всякие. Вот. А сегодня все уж вместе и покажу, потому что, ну, просто про старт поговорить неинтересно было бы. Ну, начнем мы со старта. Да, это вот у меня в этом году редкость. В этом году я решила себе устроить год без стартов, но он был с некими оговорками. У меня было запланировано, разрешено, скажем так, не запланировано, разрешено три старта. Один из этих стартов был старт на день рождения. Два других. Это, там, неотложный. Я его уже использовала. Это был, типа, как подарок маме по ее день рождения я начинала. И еще один, вот, типа, хочется, хочу, не могу вообще сейчас. Иначе сорвусь и 150 начну. Этот я еще пока не использовала, хотя были соблазны. Ну, вот, на день рождения можно было начать именно в день рождения. Сегодня я вам покажу только то, что я пока достала. И еще, соответственно, не начинала. Начну уже после этого видео. Пока просто анонсирую. Значит, этот, немножко про выбор. Эту работу я в целом, я не помню, когда я с ней точно определилась, но определилась я с ней прямо уже в начале года. Не могу сказать, что я на нее решилась еще в конце года, потому что, в принципе, я уже знала, что я хочу эту работу. Но, наверное, была не уверена, что ко мне смогут приехать материалы. Материалы ко мне приехали вместе с сестрой в конце февраля, поэтому я как бы планировала вот на октябрь, ну, думая о том, что, может быть, что-то, конечно, и поменяется. Но вот оказалась я, как ни странно, стабильна. Достаточно редко для меня. И свою изначальную идею не поменяла. И старт будет баба яга от Савиного леса. Вы сейчас видите превью на экране или от шейфа от Савиного леса. В общем, какая-то фоточка, да, вам сейчас высвечивается. И давайте покажу, какие материалы я выбрала для этой работы. Вот. Постараюсь не шуршать сильно, но и доставать пока... Так, еще бы не трясти все это. Доставать с пакетика, наверное, смысла особого нет. Цвет передается и так хорошо. Вот баба яга. Написано, что это нитки ПНК. Я уж не помню, почему я выбирала ПНК. По-моему, они не сильно отличались именно в цветовом варианте от Дим Си. Просто иногда очень сильно отличаются некоторые оттенки. Например, там, вот в тех же ламах, да, ПНК уходит в зеленцу. Иногда там темнее оттенки. Ну, чаще я это встречаю в синих цветах, хотя в зеленых тоже иногда вижу разницу. Вот иногда, кстати, склоняюсь именно к ПНК из-за того, что больше нравится их цветовое решение, скажем так. Хотя сами нитки... Ну, да. Недавно шила лам, и вот было не так, чтобы совсем плохо, но уже встречались карточки. Сначала они, к счастью, не встречались. Ну, не суть. Давайте про этот старт. Меня, значит, здесь очень интригуют. Цвета у зеленого мне очень нравятся, переходы очень классные. Вот у этих оттенков тоже все весьма симпатично. А вот это я, например, ну, какой-то цвет типа икрю, да, понятно, он без их переходов. А вот следующий цвет, мне кажется, что он тоже без переходов. Я, правда, склоняюсь к тому, что это вот на лицо, и, наверное, не надо, чтобы это было... Хотя вот сейчас в таком... Или это только кажется. В общем, мне там переходы либо не видны, либо не сильно видны. Ну, не суть, попозже я разберусь. Если это все-таки на лицо, я пока, например, ну, сомневаюсь в таком оттенке лица. Он достаточно темный все-таки. Ну, понятно, что Баба Яга у нас не первая красавица на деревне. Хотя, знаете, дама все-таки с харизмой. Возможно, если мне не понравится этот оттенок лица, я поменяю его. Мне кажется, он вам сейчас передается не настолько ярко. А вот на самом деле он как-то поярче. Все равно немножечко не то. В общем, это я буду думать по ходу действия. Значит, сам Савиный лес предлагает взять оттенок Белфаст 3.2.6. Я же выбрала другой, но принесла вам образцы посмотреть, насколько мой другой отличается. Отличается он достаточно существенно. И я почему-то думала, что я взяла оба. Я еще потом поищу. Я думала, что я взяла оба и серии потом решу. А и вот то, что не использую, на что-нибудь да использую. Но уже приложив ниточки к этой основе. Да, вот так вот. Мне кажется, что все отлично. И что мой выбор ничуть не хуже. И даже, наверное, лучше в том плане, что как-то пооригинальнее. В общем-то, цвет... Там он в бегу не ходит. Цвет 3.2.6. Он какой-то, ну, нейтральный, что ли. Мне он тоже нравится, но он какой-то вот попроще, мне кажется. А этот вот уходит куда-то в зеленцу. И придает, как мне кажется, такое больше сказочности. Я еще, пока доставала свои ткани, посмотрела, что вот еще есть мурана. Он такой салатовый, светлый, более холодный. И в горох, как вы видите. И я даже вот грешным делом думаю, может быть, взять его. Потому что нитки тоже неплохо смотрятся. Но мне кажется, он будет давать такой более простинский, что ли. Будет выглядеть и как-то более мультяшно сказать. Ну, тяжело сказать, да, про Бабу-Югу, что она будет выглядеть сказочно. Она вроде как и так из сказки. Но мне кажется, вот в брутальности ей все-таки будет давать вот этот оттенок льна. Поэтому я все-таки склоняюсь к нему. И почти на 100% уверена, что будет именно вот этот оттенок. Ну, в любом случае, первые крестики мы увидим уже в какой-то другой серии. И я посмотрела, что работа небольшая, там меньше 5000 крестиков. Но я, конечно, сомневаюсь, что я смогу очень сильно хорошо продвинуться в октябре с этой работой. У меня такие серьезные планы на октябрь. Также я сомневаюсь, что я смогу закончить ее в этом году. Но мне кажется, что есть у меня возможность неплохо продвинуть этот процесс в целом за остаток года. За октябрь, ноябрь и декабрь. Посмотрим. Ну, опять-таки посмотрим, как оно пойдет. И я, конечно, в большом энтузиазме, потому что это только второй старт в этом году. И действительно, это работа, которую я хотела начать вот очень долго, стабильно, не передумывала и так далее. Значит, это все, что касалось старта в честь дня рождения. И вот такой вот я себе сама подарочек приготовила. Значит, давайте дальше поговорим о том, о чем я не говорила весь месяц, да. Наверное, скажу вам про все, что я делала в сентябре. Вообще, конечно, я так сейчас смотрю на все и думаю, с чего начать. Потому что в сентябре, как обычно, вышивала немало работ. Ничего, естественно, не показывала, никаких промежуточных результатов не было. Поэтому, как бы, надо про все рассказать, ничего не забыть. У меня, конечно, были такие работы, по которым продвижение там и говорить не о чем. Но вот, тем не менее, в целом, работ было очень много. Был даже финиш. И обо всем об этом давайте с вами поговорим. Давайте, наверное, продолжим про Савинный лес. Старт будет. А вот в сентябре был выбор зрителей. Большинство выбрали продвижение по Савинному лесу. Тут день рождественский колпак. Не знаю, видно или нет. Он, оказывается, выгорел на солнце. Стал таким... Был ярко-синим. Стал каким-то припылено. Благородно-синим. Ну, не суть. Суть в том, что я продвинула лам на полторы тысячи крестиков в этом месте. Это вот идея маркетации. Между прочим, значит, я перешла... Классика. Я перешла к вот этому объекту. Да, такому кругленькому. И, ну, понятно, да, здесь будет тоже синенькое внутри. И еще пока его не закончила. Но вот перешла от каких-то квадратичных, скажем так, к более чему-то закругленному. И продвигалась. В общем, я в разные стороны. И сюда пошила, и сюда пошила, и всеми цветами пошила. Мне очень нравится, как я уже говорила, анонсируя Баба-Ягу, что мне стали попадаться все-таки карточки в этой работе. Но они какие-то не критичные. Я не знаю, может быть, в процессе окрашивания все-таки подвергается, да, там, какой-никакой дополнительной химической обработке. Вот карточку вижу с этого ракурса, она меня бесит. Но они становятся помягче. Я, на самом деле, ПНК шила всего один лишь раз пока. Меня подруга давным-давно отдавала два набора от МП-студии. И там нитки были, конечно, не очень приятные, скажем так, мягко. Мне кажется, вот у Савиного Леса ПНК приятнее, чем те ПНК, которые мне попались в тех двух наборах МП-студии. Поэтому я продолжаю, в общем-то, заказывать. Если я заказываю нитки, я все-таки преимущественно смотрю на оттенок, а не на качество в плане, да, Савиного Леса. У меня есть работа, которую я купила, DMC. И, ну вот, многие я покупаю ПНК, потому что цветовое решение в ПНК мне нравится больше. Ламы вышиваются в ПНК, как вы поняли. В общем, полторы тысячи я здесь сделала. Мне очень все нравится. Она такая достаточно медитативная вышивка для меня, потому что в целом не так-то сложно. Узоры какие-то можно не так часто смотреть в сагу. И можно вообще просто белым, ну, икру вышивать, да, и не особо париться, там, каждый крестик сразу не закрывать. Например, если... Ну, иногда не хочется. Вот мне, например, вот этот вот круг немножечко смущает, как его так сделать, чтобы вот он сошелся, чтобы вот цвета-то, переходы. Надо было, конечно, наверное, подумать о том, что, может быть, делать немножечко по-другому идти. Ну, в общем, что-то тут думать все-таки нужно, если хочется, чтобы было не совсем хаотично. Я начинала сверху, сверху я начинала совсем хаотично, потому что это вообще первый раз я стала вышивать нитками с переходом цвета. И вот сейчас я уже думаю больше, скажем так, чем раньше над тем, какой кусочек ниточки взять или куда пустить вот именно данный конкретный кусок, который у меня там уже отрезан и так далее. В общем, чудесная работа. Давайте не буду на ней зацикливаться, потому что впереди очень много еще других работ. Я буду идти, я ее вот тут оставлю, надеюсь, она под не будет. Оставлю ее здесь, пусть нас радует. Некоторые работы, как я вам уже сказала, продвинулись не сильно, там особо ничего такого интересного нет, поэтому я близко совсем показывать не буду, а некоторые работы покажу вам вблизи. Ну, давайте, может быть, да, на всякий случай детали, если какие-то интересные, вот чуть-чуть поближе все-таки покажу. Но я думаю, что я какой-то, было бы хорошо, если бы я какой-то более логичный участок на этом запяленном куске дошила бы и, может быть, сделать действительно какие-то и приближенные кадры, и фотографии и так далее и тому подобное. Не кольцись. Мне интересно, что делает моя кошка. У меня такое ощущение, что она это все делает специально. Икея! Там, может, тебя спасать надо. Ладно, Савиный лес не хочет стоять, поэтому... А я все равно хочу его поставить. Пусть вот так стоит, может быть, не очень красиво. Раз уж мы заговорили о выборе вашем, покажу, что выпало по рандому. В рандоме на сентябрь выпала схема от Ян Миносян. Вы видите наверняка превью сейчас или... Ну, как, короче, видите, или увидели уже. Маяк пока выше дугоры, и в большей части я здесь занималась небом. Давайте посмотрим приближенные кадры. Я снимала эту работу, типа, красивенько фоточки делала. Ну, может быть, кто-то уже видел, фотографии были выложены несколько дней назад в телеграм-канале. Вот она такая чудесная получается. Здесь все по ключу. Бэкстич, как вы видите, я уже сделала и на горах, и на маяке. И многие говорили, что здесь маяк выглядит как термос, приплющенный и так далее. Я вышиваю на турецкой равномерке, она неравномерная, поэтому я специально смотрела, насколько она неравномерна, чтобы крестики были вытянуты, чтобы у меня маяк немножечко такой схуднул и не выглядел как термос. У меня работы, вы видите, сложно пополам, и я вот где-то там примерно, примерно в этой части уже скоро будет половина работы. Я не помню, я не приносила цифры, сколько процентов здесь есть, но уже такая какая-то ощутимая, есть что показать, да, уже что-то просматривается. Значит, я на этой работе тоже вышла полторы тысячи крестиков, потому что это был выбор зрителей, случайным образом он мне попал. Раз уж мы говорили про случайный выбор и так далее, сделаем небольшую паузу перед дальнейшим просмотром моих работ сентябрьских и поговорим о выборе на октябрь и выборе на ноябрь. Так получилось, что в этом видео, помимо того, что вы можете меня поздравить с днем рождения, вам нужно еще выбрать работу на ноябрь. Я напоминаю, что на ноябрь это последний раз, когда мы в этом году выбираем работу вместе, а в декабре я, скажем так, буду отдыхать от выбора. Я просто подозреваю, что я в целом буду меньше вышивать, и возможно у меня будет какое-то новогоднее настроение, плюс какие-то я, наверное, долги буду подбивать и так далее. Поэтому на ноябрь пока голосования не будет, и я активно думаю, что у меня там будет в следующем году в плане вышивки, поэтому вот оставим ноябрь. Поэтому в этот раз, последний раз голосуем за работу в этом году. Не забывайте оставлять отдельным комментарием, да, потому что большинство голосов я вручную, конечно, считаю, а вот случайный выбор выбирает программу, и она выбирает именно основные комментарии, а не ответы к чужим комментариям. Все мои работы, как обычно, можно посмотреть либо в видео, ссылка есть там под всеми Сбербанками и Пейпалами, ниже будет ссылка на видео, хотя ссылка на видео сейчас, наверное, в уголочке появляется, а ссылка на таблицу со всеми моими работами, она обычно удобнее, да, чтобы долго там ничего не смотреть, и просто освежить, скажем так, в памяти моей работы, она тоже там в описании под этим видео есть, но большинство из вас наверняка уже помнят, что он хочет и голосует за эти работы. За что не голосовать точно? В октябре победила работа золотая рыбка. Я ее не принесла, но, значит, золотая рыбка от РТО, это упоротые волки, я думаю, что все вы ее узнаете, у меня и так тут много всего, поэтому я ее не принесла. Она победила, в большинство за нее проголосовало, я, может быть, даже где-то посмотрю, или это в другом месте осталось. В общем, пока я еще расскажу, что за нее голосовало большинство, и, если вы помните, я объявляла еще пару видео назад голосование за работу, которую я буду вести к финишу, после того, как закончу майки и желание, да, парижскую вышивку, попозже покажу ее, я уже закончила. И вот за финиши вы голосовали, и победила тоже золотая рыбка. Поэтому, давайте расскажу вам, голоса за финиш, аж 12 человек проголосовали за РТО, золотую рыбку. На втором месте был По, у него было 8 голосов, и на третьем месте Мабон 7 голосов, а вообще всего голосовали аж за 26 работ. Вот, значит, еще раз, золотую рыбку я буду вышивать в октябре и по выбору зрителей, и буду вести ее на финиш до конца года, я должна ее закончить. Там осталось чуть-чуть больше, чем 10 тысяч крестиков, в принципе, все абсолютно реально. Значит, в голосовании на октябрь золотая рыбка победила с 9 количеством голосов, на втором месте был Светлогорск, 6 голосов было. Вы знаете, что я заметила? В сентябре, например, очень много голосовали за Виноград от Волковой. Прям много голосов было, вот тут я сейчас найду, 6 голосов было. Ну, прилично. А в этот раз вообще ни одного голоса за Виноград. Меня это так удивило. Значит, всего за 20 работ голосовали, и, сохраню такую небольшую интригу, покажу попозже, наверное, в шортсах, что выпало случайным выбором на октябрь. Так, в общем, за золотую рыбку можете не голосовать, потому что я и так ее буду вести к финишу. Все остальные работы смотрите в таблице, что-то у меня помечено, что уже финишировалось. И, соответственно, можете голосовать за любую работу. Давайте, наверное, продолжим с продвижениями сентября. Итак, у меня было много разных работ, больших и маленьких. Буду прям по порядку, что передо мной лежит. У меня есть работа, по-моему, по схеме, сейчас появится схема, по-моему, Ольга Тихомирова ее зовут. В общем, появится схема, может быть, даже и имя, фамилия дизайнера, если я найду. Там вообще много разных сюжетов, но я решила их шить по одиночке и во что-то прикладное оформлять. Пока ничего не вышло, вот первый сюжет у меня арбуз. И вот так сейчас выглядит мой арбуз, пока еще с проплешинами. Вот это, как это по-русски называется? Я не знаю этого слова, я вообще этот, у нас это называется кинота, вы наверняка все поняли, о чем я говорю. Я не буду говорить по-русски, просто потому что я вообще об этом фрукте, наверное, это фрукта, узнала в Аргентине. Попробовала его первый раз в Аргентине, поэтому я, в принципе, изначально не знала, как это по-русски называется, и не знаю. Вот, так что, просто мне все время казалось кинота, такое нормальное слово, можно на обоих языках. Должно быть понятно, типа как банан, да, но вот оказалось, что нет. Не знаю, что он делает с арбузом, но я подозреваю, что это вот оно. Потому что для облепихи как-то огромно, а что еще это может быть, я не знаю. В общем, арбуз классный, сочный, но пока еще не дошит. И пока я его не дошила, я даже не знаю, я шила, думала, во что можно было бы оформить. Но что-то пока не придумала. Дальше. У меня были работы вне серии. Вот это у меня было сезонное, потому что весна началась, все дела. Хотя работа, по-моему, называется осенние заготовки или что-то такое. Ну, у меня это весна. Просто уже арбузы начали продавать. У меня была работа по схеме Марии Бравко. Это Алиса. Здесь, как вы видите, появилось платьишко. Ничего такого прям особенного, чтобы вблизи разглядывать, наверное, я вам не покажу. Вышиваю я на Мурана. Да, сплэш розовенький, сплэш беленький. Единственное, что я сюда добавила, помимо кошачьих волос, это в поясочек, вот он тут беленький. Я прошлась там поверх еще перламутрового DMC. Я не буду показывать вблизи. Это все равно очень-очень деликатно и практически не видно. Ну, я имею в виду, ближе, чем вот это я не буду искать, потому что свет сейчас натуральный. Наверное, в искусственном освещении или когда прям совсем солнышко, видно лучше. Но мне, например, это тоже видно не очень хорошо. Так вот, если приобретено, вот сейчас вообще не видно. Поэтому даже не будем заморачиваться там немножко. Я сначала, причем, вышла именно белым, а потом поверх проходила с перламутровым. Вот что-то мне прискичило, захотелось. И я вот так вот сделала. Работа двигается, мне все очень нравится. Дальше я занималась весной от Натальи Ореховой. Схема безумно красивая. Работа будет очень красивая, нежная, весенняя. Оттенки потрясающие. Но, как я говорила, шьется она не так-то просто. Я на этих работах, которые я вот сейчас уже третью показываю, я на всех на них вышла по тысяче крестиков. Это мой такой чудесный план. Можно двигать каждую работу по чуть-чуть. И вот я на каждой работе вышиваю по тысяче крестиков, чтобы, собственно, они по чуть-чуть надвигались, а не лежали. И вот я уже пошла. Видите, здесь волосы начались с этой девушки. Чем непростая эта работа? Тем, что здесь очень много, достаточно много переходов. Видите, вот эти цветы, которые уже сделаны с бэкстинчем. А выше будут еще цветы. И видно, что это очень нежные, красивые пятна, которые складываются в цветочки только, когда появляется бэкстинч. Поэтому в процессе вышивания можно, конечно, себе как-то напредставлять что-то, но в основном это такая размазня. Ну, размазня очень красивая. И потом она оформится в красоту, а не в размазню. Поэтому просто потихонечку, полигонечку продвигаю. Она так прилично, да, уже продвинута. Вот больше четверти. Ну, то есть не больше четверти, я не помню, сколько. Опять-таки я говорю, я не выписывала цифры. Решила в этот раз не грузить вас цифрами. Сама-то я люблю это все изучать. Вот, но приличный кусок. Выше, да, там не 5%. Мы потом посмотрим, что у меня есть работы, которые там всего на 1%. Так, и это вот от Натальи Ореховой. Я, кстати, вышиваю на линде. И это добавляет простоты этому процессу. Дальше давайте покажу вам серию работ, на которых продвинулось немного. Ну как, все тоже тысячи, но ничего там не видно. Потому что работы изначально были начаты в конце прошлого года. Типа начаты, чтобы чуть-чуть хотя бы вышить. И работы очень большие. И, соответственно, тысячи крестиков там ничего особо не прибавляет. Увы, но тем не менее, опять-таки, я рада, что работы двигаются. Первую, которую я вам покажу, это, по-моему, схема Мешковой. Весна в Меркуть. Я вышиваю на Монике. Работу сложно в 4. Это четверть. То есть пополам, еще раз пополам. И вот так вот это выглядит. Я начала с уголочка. Ну, с уголочка, где зима еще. Вообще безна, да? Но там вот видно, что где-то еще лежит снег. Я вот начала со снега, потому что я обычно белым не очень люблю вышивать. Это, правда, не белый. Это, по-моему, 38-65. Вот какой-то этот цвет. И вот вышивала им. Достаточно однообразно. Но участок большой. Я вот его чередовала немножко с зелененьким, с голубеньким, с сереньким. И вот уже почти весь белый участок дошился. Опять-таки волос немерено. Это Моника. И вот так к ней липнут волосы. Приятно вышивалась. Но, как вы понимаете, не особо сильно продвинулась. Поэтому сильно на ней останавливаться не буду долго. Она мне очень нравится. Я очень давно ее хочу вышить. Мне кажется, она просто потрясающе прекрасная. Следующая работа, которая тоже так вот продвинулась. Но ничего особо это не заметно. Но тоже свернула ее пополам, еще раз пополам. Поэтому, как вы видите, можете судить о размерах. Это сад кроликов от Мастраковой. Все время боюсь перепутать и сказать Маштаковая. Но нет, это Мастракова, которая дай. Вышиваю на кэшеле. Поэтому тоже здесь достаточно все крупненько. Здесь есть участки, которые легко вышиваются, потому что большой зашив. Есть смена нитей. Есть немало блендов. Но вот как-то двигаюсь. Вот тысячу сделала. Пока, как вы видите, тоже размазняю. Причем я вот шила что-то вот этим зеленым цветом. Мне казалось, что там будет какой-то типа леечка. Но оказалось, что нет. Тоже какой-то пувшинчик. Но нет. Не то, что я себе напридумывала. Поэтому пока вот тоже размазняю. Ничего не понятно. И еще одна большая работа, которой тоже я тысячу вышла. Но пока ничего не понятно. И это тоже одна из моих самых любимых работ. Все вот эти три работы, мне кажется. Ну, особенно последние две такие яркие, сочные, весенние. Поэтому я их выбирала в этом месяце. Вот эту работу я... Я не помню, как она официально называется. Что-то там тропический рай или что-то такое. Я ее называю пираты. Ну, понятно, да? Кораблик в таких местах явно пираты. Да еще и с белым флагом. Явно маскируются под нормальных людей. Посмотрите. Здесь в уголочке уже видняется ствол дерева. Остальное все зеленуха. Ну, в общем, тропики-тропики. Вышивалась очень классно. Я вышиваю на Аиде. Вроде как мне продают это типа это DMC. Ну, не знаю, мягенькая такая. Не противно мягенькая, но по качеству, в общем, мне она нравится. Она не жесткая. Хотя я в целом нормально отношусь к жесткой Аиде. Но и не совсем рыхлая. И главное, что она достаточно равномерная. Но равномерная в том плане, что на ощупь, короче, приятная, мягенькая. Не знаю, как объяснить. Потому что у меня была какая-то Аида, которая не столько жесткая, но она какая-то вот прям странная, неприятная на ощупь. Как будто сделана из плохого материала. И там иголка все не туда куда-то попадает. Здесь все классно. По-моему, это 14-й гаунт. Потому что у нас почему-то нет 16-го. Есть 18-й, есть 14-й. Вот. Опять-таки свернут, как вы видите, пополам еще раз пополам. Работа будет большая-большущая. И это дизайнер Наталья Лупова. Та же, которая рисовала. Помните, девушки Боху у меня были в прошлом году. Это тот же дизайнер. Вот. Все супер, но пока ничего особо не заметно. Потому что вышелось на всех этих работах по тысяче крестиков. Давайте что-нибудь теперь заметное покажу. Не снималась пялец. Веду к финишу маки. И это работа по схеме Ксении Вознесенской. У нее целая серия вот этих маковых кружков. Там три их, по-моему. Есть еще какое-то... Ну, в общем, с побережьем вот это. А дальше какие-то там стога сена, что-то еще. Не помню, если честно. Все очень красивые. Но вот мне на тот момент хотелось что-то морское. И я выбрала эту работу. У меня одна всего куплена. И вот заканчиваю ее потихоньку. Почему-то мне... Ну, здесь достаточно такой разброс есть. Видите, чтобы море такое прям чудесное, живое получалось. И на вот этих вот белых участках светлых мне было достаточно тяжело. Ну, потихонечку-потихонечку ковыряю. Вот веду к финишу. Есть участки, которые более-менее вот это вот темное хорошо зашивалось. А вот здесь я что-то стопорнула. Давайте посмотрим видео. Я снимала поближе, когда еще работа была меньше продвинута. Еще и пять, по-моему, не представляла. И посмотрим поближе. Работа очень красивая, яркая, сочная. Но вот пока все никак не закончится. Надеюсь, в октябре ее закончить. Дальше давайте, раз уж мы про законченные работы, покажу вам финиш. Не знаю, как я вам его покажу. Постараюсь сделать потом до съемку. Но не делаю ее пока осознанно, потому что работа, вся волоса с черного очень тяжело собирать. Вот этот вот кошачий пушок, потому что это не столько волосы, сколько пух. Он прилипает абсолютно. И я не вижу большого смысла, потому что надо сначала постирать. Я очень хочу оформить эту работу. Я вам ее так издалека показываю, потому что вблизи, наверное, будет светить. И будет не настолько... Или, может быть, сейчас... Может быть, вот так покажу. Давайте попробую. Но я постараюсь все-таки доснять и вставить отдельные кадры. Чудесная, просто восхитительная работа. Lola Crow, по-моему, называется. Аккаунт дизайнера. Я оставлю ссылки на нее. Я покупала на Etsy эту работу. И я безумно довольна. Мне хочется от этого автора еще одну работу, которая была сделана для какого-то мероприятия. Она ее пока не продает. Говорила, что будет продавать. Но вот пока не продает. Там типа как дракончик такой вместо пламени извергается из его пасти снежная пурга. И приносит зиму на дерево. Дерево становится заснеженным. Очень прикольная такая небольшая работа. Значит, я вышивала здесь на линде от гаммы черной. Первый раз вышивала на черной равномерке. Было сложно местами очень. Местами нормально. Значит, где было сложно? Было сложно черным по черному. Тут есть такие участки черным по черному. Было сложно, когда в чистом поле надо было отсчитывать вот эти вот, как они называются, да, от одуванчика. Когда цеплялись цвета и такого, ну какого-то другого цвета, а не черного, было все гораздо проще. Вопросы к... Короче, крестики у меня здесь получались странными. Я обычно на темном. Мне кажется, они у меня все кривые. Тут мне в процессе казалось, что все криво. Но надо вышивать, потому что иначе никогда не закончу. А вот сейчас так смотрю, в принципе, ну нормальные крестики. Вот. Я очень-очень довольна. Как я уже говорила, мне очень нравится, что получилось. Я не люблю вот эту всю романтику Парижа. Ну вот это. Это прям восхитительно. И оставлю вам тоже где-то там в дебрях под, в описании профиля, песню, которая звучит у меня в голове, когда я вышиваю или вижу вообще эту работу. Это такая шуточная песня с пародиями и так далее итальянцев. Она на английском, так что те, кто знает, поймут. Те, кто не знают, могут клип смотреть там, в принципе, наверное, тоже все будет более-менее понятно. Вот. И главный герой этого клипа и вообще этой песни перед вами. Она очень классная. Так вот, планирую я ее оформить. Но сначала надо постирать и обобрать от вот этого всего. Я даже думала срочно бежать. Но в сентябре так получилось, что у меня раньше вернулась Маргидс. Он должен был возвращаться вот вчера, 4 октября, но вернулся там в сентябре, в день, когда я его вообще не дождала, потому что у меня весь день был расписан. И мы встретились. Я вот там возвращалась от одного места и убегала в другое. Мы увиделись. Он приехал, я дальше побежала. И, в общем, все накрылось. Как-то больше стали вместе время проводить, а не с вышивкой я занималась. Так, продолжим про финиши. У меня был финиш очередной овечки. Это уже, как вы понимаете, девятая овечка. Мне остается три. Мне очень все нравится. Вышиваю на льне, на кэшеле. Такая вот весенняя была выбрана, осознанно, потому что 21 сентября у нас началась, наконец-таки, весна. Началась она плохо, была отвратительная погода, ничего не хотелось. Поэтому я ничего не сняла из того, что я запланировала снимать. У меня до этого видео должно было выйти другое видео, но я его не сняла, потому что я ленилась и думала, ну, попозже. Ну, попозже мрачно, было облачно, постоянно какая-то такая не дождь, а вот что-то моросило. И, знаете, вот я понимаю, что людям, живущим в России вообще в средней полосе, наверное, как-то это вот слушать не особо приятно, да. У кого действительно зима такая не особо солнечная. У нас зима в целом солнечная, и вот страдать, наверное, как-то неприлично. Но прямо у меня было ощущение, как в Москве, когда я никак не могла дождаться, наконец-таки, уже весны. Потому что в марте она как бы, весна наступила, но не наступила, да, потому что опять снега навалило. Вот у меня были такие ощущения. Ну, слава богу, это все длится гораздо меньше по времени. Поэтому весна вроде как наступила, вроде как пока еще не дико жарко, но уже солнышко. И, по-моему, дошивала я эту работу. Вот как раз солнышко заканчивало и вот этот скворечник, и как раз солнце выглянуло. Вот. Поэтому чудеса чудесные. Значит, я, как я вам сказала, у меня три осталось. Я уже думаю, что в следующем году мне тоже нужен какой-то такой проект, в котором будут какие-то примитивные схемы. Вот такие маленькие на каждый месяц. Мне прям вот очень понравилось. Ну, я как-нибудь потом буду рассказывать еще, кстати, отвечать на вопросы. Я все-таки должна снять это видео. Там будет один вопрос, который касается этого. Я все вопросы уже выписала, там себе все подготовила. Осталось сесть и снять, смонтировать. И вообще я как-то вот прям... Примитивы мне прям очень зашли в этом году. Но об этом попозже. Что еще было весеннее у меня в этом месяце? Я взяла шмелика от Волковой. Значит, смотрите. Эта схема, если сравнивать с классическими схемами Волковой... Ну, у меня есть классических виноград. Вот там вот прям реально три крестика. Два крестика блендом. Еще три крестика блендом другим. И вот так вот. И так далее. Здесь более-менее что-то как-то зашивается. Но все равно, как вы видите, я вот, например, брала один цвет. И поскольку могла дотянуться, я вышивала этим цветом и там, и там, и там. И тут получилось вот так вот. То есть, как бы какие-то очертания шмелика, какие-то очертания зелени. Но пока все еще ничего не готово. Что мне здесь нравится? Это вот внедрение этого розового такого яркого цвета. Ну, попозже мы посмотрим, когда уже будет готово, с чего это вдруг. Но изначально этот цвет немножко удивляет. Почему вдруг такой яркий розовый? Но на самом деле все будет очень классно и здорово. Мне, конечно, не терпится... Ну, мне все мои работы не терпятся повышивать. Но пока, как вы видите, ничего особо не готово. Я, по-моему, здесь вышивала только чистыми цветами, без блендов. Или только одним-двумя блендами. Все остальное преимущественно были чистые цвета. Как бы сложную работу оставила на потом. Не знаю, насколько это логично. Карта мира от компании Panna. Выглядит на данный момент вот так. Я не буду, естественно, ничего рассматывать. Потому что здесь я делаю бэкстич. Вообще, по моим задумкам, в этом видео я уже должна была показывать вам в развернутом виде. Еще и с кадрами, с магией, бэйкой и так далее и тому подобное. Потому что весь вот этот участок, где я могла дотянуться, я вышивала, не вышивая бэкстич. Чтобы потом снять, как это выглядит без бэкстича. И потом сделать бэкстич. И, соответственно, показать. Вот, смотрите, какая разница. Потому что я часто говорю, что, ну вот, землю вышивается тяжело. А здесь как-то более динамично вышивается получше. Но здесь вот те же пятна, как я говорила, да, про весну от Ореховой. То есть, что-то вышиваешь, но не понимаешь, что не появляется какой-то персонаж. Ну, то есть, я, наверное, знаю, что здесь будут персонажи. Поэтому я примерно понимаю очертания. Но я все равно не понимаю деталей. И все это рождается вместе с бэкстичем. Ну, а пока это выглядит вот так. Бэкстич я начала уже вышивать. Но пока не успела. Поэтому как-нибудь в другой раз мы посмотрим на это все в развернутом виде. Но пока вот так. Ну, норму я там дошила. Недельно, меж понеделем все. Поэтому все нормально. Но вот хотелось бы мне там дошить этот участок раньше. Ну, как получилось. Здесь, кстати, уже готовы 50%. Я перевалилась, значит, за экватор этой работы. Напоминаю, что в этом году я себе ставлю цель добраться до 55%. И я вот сейчас, несмотря на то, что участок этот проще был и так далее. И несколько недель я вышивала эту работу. Буквально за два дня вышивала тысячу крестиков. Но, тем не менее, я чувствую. И там пять дней отдыхала. Да, потом опять два дня. И потом пять дней опять отдыхала. Я чувствую, что мне нужно еще побольше отдохнуть от этой работы. Поэтому дойду до 55% и отложу ее. Я понимаю, что многие, конечно, не в восторге от этой новости. Но немножко нужно отдохнуть, чтобы работа все-таки не утомила, не ушла в долгострой и так далее. Для этого нужно все-таки делать некоторые перерывы. Ну, кто знает, может быть, у меня какая-то новая волна энтузиазма настигнет, когда я переставлю. Пока еще даже не думала, хотя скоро уже переставляю, пока не думала, куда буду переставлять и что буду делать. Вот. Давайте дальше еще про работы, которые что-то вышивалось, но непонятно что. Это будет шарик от Марин Хачановой. Здесь будет глобус, да, шарик земля. Я вышивала океан большой, огромный, тихий океан. И поэтому здесь пока ничего непонятно. Просто вода. Ну, тысячу вышила, продвинула и уже хорошо. Вот. Не устала совершенно, потому что синим, голубым могу вышивать бесконечно. Мне все это очень нравится. Шуршать буду. Я переставила пяльца на халапенье, поэтому вам сейчас особо ничего не видно. Но давайте посмотрим на кадры, которые я сделала перед тем, как я перезапялила. Значит, здесь готова уже больше 6%. Я снова в этом месте брала эту работу на 2 дня. И нормально так продвинула. Ну, как в один день я прям вообще очень хорошо повышевала. В другой день поменьше, потому что брала ее уже так на окончание дня. Но, тем не менее, все в радость, все в удовольствие. И, конечно, не терпится взять ее уже как основную работу. Но это все я планирую в следующем году. Мне нравится, как продвигается работа. Я вышиваю на родной основе, на конве 18 каунта. Родными нитками, которые были вложены. В набор все по ключу, кроме некоторых деталей, которые я меняю. Я об этом говорила, по-моему, в прошлом видео, что я ягодки некоторые поменяла. Ну, там была какая-то серая размазня, а я ее заменила на ягодку нормальную. Буду я, наверное, снимать по этой работе отдельное видео. Она выйдет, когда будет финиш. То есть, неизвестно когда. Но работа большая, да. И вот, несмотря на то, что я ее изначально не планировала брать в этом году прям так сильно и конкретно. Все-таки она двигается. И 6% для такой работы, мне кажется, это уже прилично. Да, вот готов вот этот вот уголочек. Я пока переместилась вот сюда, ближе к метле. И планирую до метлы где-то довышивать. И потом уже идти вниз. Да, пока план такой. То есть, хлопенью я самого персонажа, да, вот эту ведьму, я ее буду оставлять на попозже. Так, что еще? Были еще у меня... А где у меня все остальное? Так, давайте покажу все-таки то, что есть. Я взяла, потому что как-то справилась с большинством планов. У меня был вариант либо больше продвигать маки от Вознесенской. Но я поняла, что мне там как-то вот не совсем комфортно много шить. И я взяла долги. Один долг. Дошила попозже покажу. А вот очень-очень скрипит пакет от Панны. Ранняя весна. Ну, думаю, всем известна эта работа. Я взяла немного, один разочек всего пошила. Но вот пока это выглядит вот так. Особо показать тут тоже, можно сказать, нечего. Ну, видите, какой-то каркас дома появляется чем-то вот там я светленьким пошила. Такой необычный оттенок мне. Он так приглянулся. Вроде не белый, вроде не серый. Какой-то такой прям талый снег, мне кажется. Очень-очень классный. Давайте покажу, что еще я вышивала по наборам в этом месяце. Сейчас продолжаем разговор. Мне осталось совсем немного, поэтому давайте быстренько. У меня тут уже и собаки лают, и солнце светит, и так далее. Значит, я говорила о том, что я в этом месяце как бы основные планы хорошенько так продвинула. Поэтому начала брать долги. И вот показала вам уже раннюю весну, которую только один раз сделала еще до конца. Долг свой не выполнила. Но была у меня другая работа, по которой я еще в прошлом месяце начала долг. Это, как оно, светлое и темное от Марии искусницы. Да, пиво вышивала. И мне там оставалось, в общем-то, не так-то много. В целом, работа достаточно хорошо идет. Нужно было просто найти время. И вот я это время нашла и дошила задуманную мне норму. Я на наборах почему-то вышиваю 2000 крестиков, а не 1000. Поэтому здесь оставалось что-то типа 800 крестиков. И вот я их вышла. Пока это выглядит вот так. Все не очень сильно продвинуто. Первая бутылка еще даже не закончена. Но, как вы видите, я пошла на соседнюю, потому что там цветы перекликаются. И, конечно, было бы, наверное, глупо не пользоваться случаем и не заходить на следующую бутылку. Вот эта работа, собственно, у меня из долгов уходит. И у меня, к моему большому счастью, остается всего лишь один долг. И это вот та ранняя весна, которую я вам показала. Которую я, в общем-то, думаю, что если не в октябре, то уж в ноябре или в декабре, да, в каком-то месяце закончим. А вот набор на сентябрь изначально у меня планировался. Слушайте, так они шуршат. Можно было, конечно, достать. Ладно уж, будет еще и бликовать. Ну, я думаю, что все знают этого Зайца. Не буду я уж доставать его из пакета, чтобы вам показать. Да, вот Зайц под покровом ночи. РТО, моя любимая РТО. Набор этот мне дарила Ксюша Малинка. Я его начала в сентябре прошлого года. И сейчас вот продвигала в сентябре этого года. Потому что сентябрь у меня месяц Малинки. Потому что у меня день рождения. Я запланировала, как я уже говорила, как на всех наборах 2000. Вышла 2000. И так приличненько продвинулась. Немножко мне там, конечно, что-то недокумекало, скажем так. Могла бы я доделать бэкстич на лице, на морде Зайца. И можно было бы уже фотографировать. Я думаю, как бы вам так показать, чтобы оно все-таки не светило. Фотографировать, делать приближенные кадры и так далее. Потому что, смотрите, уши Зайца, морда Зайца. И вот туловище его уже закончены. Но бэкстич я сделала только на глазике, чтобы он не был совсем таким зомби-зайцем. А вот на носике, на уши все это. Ну, на носу я доделывала последние крестики. Как раз добивая эту норму в 2000 крестиков. Поэтому там так и получилось. Ну, вы видите, я ушла в угол. Ушла вот в эти прекрасные листочки-цветочки. Там тоже будет бэкстич. Я его пока не делала, потому что он там как-то в чистом поле. Я, наверное, думаю, что я его все-таки буду делать по окончанию. Потому что... Ну, боюсь, да. Боюсь, что просядет как-то. Что делает бэкстич? Провиснет. Да, ну вот этот уголочек у меня уже закончен. Здесь есть бленды в зайце. Вот тут вот. Опять-таки сейчас видно наверняка не будет. Потому что при таком освещении ничего особо не видно. У этого зайца есть небольшой участок и в мордочке, и в тельце. Вышивается он блендом из белого и перламутрового такого блескучего. Да, металлика, не металлика, как его назвать. Вот. Такой же, который я добавляла ранее, я говорила, в Алису от Марии Бровко. Он такой теперь неприятный на ощупь. Потому что она же, да, как проволока. Вот. Ну, блестит, не блестит. Все, кременько. Там в три нить причем вышивается. Два белых и... Нет, вру. Один белый и два металлика. Наверное, так. Или два белых, один металлик. Или я все перепутала. Ну, в общем, короче, как-то так. И чуть-чуть мне не хватило. Я там еще не закрыла. Я сейчас думаю, это я вообще правильно сделала. Здесь два металлика или два белых. Вроде. Ну, ладно, не знаю. Потом посмотрю. Значит, надо еще закрыть это все. И вот будет уже красота. Попробую сделать все-таки приближенные кадры. Вам показать. Несмотря на то, что нос этого прекрасного кролла еще не готов. Здесь потрясающие бленды. Здесь у него, конечно, окрас восхитительный. Весь переливается, блестит. Ну, в смысле, очень-очень такой, да. Он пестрый, яркий, классный, разноцветный. Я здесь кое-что поменяла в оригинальной схеме. Вот этот полукрест, который у него есть вот тут вот где-то в шее. И, ну, в общем, я не поняла задумки автора. Потому что, допустим, если наверху это какая-то тень, фон и так далее. Ну, наверное, тень от одного уха к другому уху. Не знаю. То под... И как бы между ушей, наверное, ничего нет. То вот в подбородке-то уж явно не дырка. Ну, хочется верить, что это не дырка в зайце. Поэтому я сделала бэкстич в том же направлении, что и крестики. А по ключу там было в противоположном направлении. Типа как фон. Ну, в общем, мне эта идея не очень понравилась. Поэтому именно вот этим цветом я сделала в том же направлении, что и кроликов. Весь остальной полукрест буду делать в противоположном направлении. И, в общем-то, да, здесь уже где я на него дотянулась, я сделала в противоположном направлении. В общем, вот так вот у меня все сложилось в сентябре. Вышло я больше 23 тысяч крестиков. Все, что запланировала, успела. Ну, что-то можно было лучше. Ну, в принципе, из планов все. Дальше там какие-то мои дополнительные амбиции. Не совсем просчитанные. И это все не страшно делается в следующем месяце. Думаю, на этом я буду с вами прощаться. Идти стартовать, праздновать и так далее. Я надеюсь, что у меня удастся снять все-таки те видео, которые я запланировала. Хотя, вроде как, в ближайшее время командировок не будет. Еще и вдруг у нас... Ну, так, если вдруг вам интересная новость, если не интересная, можем уже с вами попрощаться. Спасибо за ваши просмотры, лайки, комментарии, жду. Тоже потом всех поблагодарю, как обычно. Значит, про новости. Да, Маркетис у меня вернулся из командировки раньше, чем планировал. И, вроде как, пока никуда не собирается. Весна, как я уже сказала, наступила, соответственно. И надо пользоваться случаем, гулять больше. У нас... Мы уже ходили с подругами на концерт. Был первый концерт русскоязычного. В общем, приезжал к нам Оксимирон. Мы там радостно отжигали. Без Маркетис, естественно. Но с ним мы идем на другой концерт. Вот через неделю. Поэтому, в общем-то, такая... Зимой я в спячке, а весной я, да, начинаю активно жить. Поэтому, в общем-то, я сомневаюсь и в активности в плане вышивки, и в видео. Плюс у нас друг. Наш прям вот лучший-лучший друг. И параллельно наш коллега по работе. Мы 10 лет вместе работаем, 10 лет дрожим. И вот он увольняется, уезжает вообще из страны. Поэтому тоже мы планируем встречаться в выходные. И, естественно, будет тоже недовышивки, недосъемок. Вот примерно вот так вот это все. Ну, какие-то видео на октябрь у меня спланированы. Я буду постараться их, естественно, снимать и выпускать. Но, естественно, я не забываю про все свои долги, про ответы на вопросы. Про еще некоторые видео запланированные. Не буду сейчас уж спойлерить, скажем так. Но, естественно, итоги октября будут обязательно. Поэтому обязательно мы с вами увидимся, я надеюсь, что в ближайшее время, в следующем видео. Большое спасибо еще раз. Не забывайте голосовать за работу на ноябрь. И до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok